Всем привет ребятки, в основном на моем канале Ботаник Даник и помните я делал вечные террорумы, ссылочка будет в описании на это видео, я их делал два, один у меня не выжил, там был маленький и большой, такой крупный был. В маленьком появилась плесень, из-за этого он не выжил, вот, и сейчас я вам покажу мой большой вечный террорум и вы его сейчас увидите, и так, вот он, видите, он красивый очень, и кстати вот тут открывать нельзя, потому что нарушится все его выживание, то есть он тут просто погибнет, видите, и вот тут влага по стенках, вот тут влага по стеночкам. Есть, из-за этого он выживает. Давайте посмотрим подробнее, что находится у нас внутри тут, у нас снизу находится уголь, земля и вот эта вот часть, это мох, а вот это вот, что на веточке находится, это лишайник, это не мох. Видите, мох очень красивый, его очень много разрастается. В маленьком вечном терроруме там он вообще не разрастался, сначала стоял на месте и не разрастался, а потом через несколько недель или две недели там появился лишайник. Ой, не лишайник, а плесень, извините, пожалуйста, вот, и он из-за этого не выжил. И там была, кстати, не такая толстая палочка, а была такая тоненькая палочка. И как вы можете заметить, тут на веточке два лишайника, один зеленый, а один ярко-желтый. Ярко-желтый появился недавно, очень красивенький такой. Видите, кстати, я жду появления жучков, каких-то личинок, чтобы тут появились веточки. Ну, наверное, мне попалась веточка, где жучки не отлаживали яички, но я все равно туда, может, хотя не буду заселять, потому что я перерожу все это разрастание, поэтому буду ждать еще. Мне очень интересно, как дальше будут расти мох лишайники, и как вы видите, закрытый климат для них очень подходит, и они хорошо даже разрастаются и не умирают. Когда у меня умер маленький террариум, я сделал вывод, что никогда не надо селить вот этот вот вечный террариум в маленькие объемы, потому что им будет очень тесно, и они не будут жить в таких объемах. Им не хватает в таких банках маленьких воздуха, а тут, видите, большая банка, и тут больше половины воздуха, поэтому они тут живут себе спокойно, а может, еще и появятся жучки даже. Тогда это будет очень интересно наблюдать за ним, но и сейчас очень интересно. Может, тут какие-то личинки появятся тоже. Я очень рад, что тут никакая плесень не завелась, потому что если бы она завелась, то два вечных террариума умерли. Это было очень обидно, потому что я их делал примерно, ну, полчаса, если честно, вот, поэтому это было бы очень грустно. Давайте теперь я вам поближе покажу мох. Вот, посмотрите, какой он интересный сблизи. Видите? Он такой маленький, и на нем, наверное, сейчас есть семечки, которые будут плодиться тоже, и будут расти мох еще. Я жду, чтобы сзади появился еще мох, и было очень красиво. Ребята, этот вечный террариум был сделан год назад. Я вам еще раз напоминаю, вы можете спуститься и посмотреть ссылку в описании, и посмотреть это видео. И посмотреть, как он был сделан, и вы можете по этому способу также сделать вечный террариум. И возьмите обязательно большой террариум, ну, чтобы там все жило хорошо. И вот так вот, поставьте сначала уголь, потом вот такую пленочку, ее тут не видно, но вы можете посмотреть мое видео и увидеть. И землю, и уже тут все высаживать. И камушки обязательно, кстати. Увлажните ваш вечный террариум, и тогда все будет хорошо. И уже там ложите себе все, что захотите. И он будет у вас жить очень хорошо, и не умирать. Ребятки, если вам понравился мой вечный террариум, то обязательно посмотрите ссылку в описании, и обязательно посмотрите мое видео, где я его делал. И поставьте там тоже лайк, и делайте по такому же способу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok